Продолжение следует... Мы не знаем про числа и строки. Тем более я об этом рассказываю в какой-то седьмой раз уже, наверное. Во-первых, прошлая лекция отличалась живостью и наличием всевозможных диалогов. Вероятно, поэтому за возбуждением, которое царило на этой лекции, я продолбал довольно много тем, которые должен был в прошлый раз сказать. Поэтому сначала начнем с долгов за прошлую лекцию. Например, документирование функций – это довольно важная тема, которую не стоит сбрасывать со счетов, и выглядит она примерно так. Вот у нас есть функция, ну а даже не так. Давайте сделаем какой-нибудь файлик. Вот, а нет, вот сюда. А, не сюда, ну хорошо. Вот смотрите, значит, вот у нас есть... Давайте так сделать, чтобы было всем виднее. Вот у нас есть некий файл, вот, в котором... Что вот это за три строчки сейчас расскажу. Есть функция, ну давайте ее назовем... Сейчас, секунду, тут еще вот... А, секунду, секунду, секунду. Это, извините... Вот. Вот теперь должно быть получше. Ну назовем ее какую-нибудь, не функция, функт. Раз, пятое, б. Давайте даже, может быть, мы ее забежим немножко вперед и сразу вставим функцию аннотации. Вот. Это такой способ как бы описания типа переменных, но на самом деле он необязательный совершенно. Но об этом будем говорить в предпоследнюю лекцию или около того. Вот. И здесь вставим в ней вот такую странную вещь. Вот такую странную вещь как строку. Я по привычке использовал тройные кавычки. Ну, как мы сегодня будем говорить, тройные кавычки одинарные отличаются только тем, что внутри тройных кавычек могут встречаться одинарные и переводы строки. Вот. Можно было одинарные поставить. Это совершенно неважно. Такую странную вещь как строку, которая ничему не присваивается. Мы знаем, что в интерпретаторе объект, который ничему не присваивается, выводится на экран. А если это делается при исполнении программы, то он просто исчезает. Вот эта строка, если бы не был применен дополнительный финт ушами синтаксический, эта строка, она бы просто создалась как объект и тут же бы удалилась. Ну, например, если мы напишем вот так вот, эта пятерка будет создаться как объект и тут же удалится. Это синтаксически верная конструкция на питоне. Кстати, давайте это проверим. Так, что тебе не нравится? Тебе не нравится вот это. Я наоборот написал. Да, я написал наоборот, потому что я не готовился писать аннотации. Но вот так вот оно должно быть. Да? Нет? Нет? Опять ошибся. А, пустая строка в конце. Вот теперь все правильно. Ну вот, вот такая функция. Давайте еще сюда напишем непонятные слова, о которых мы чуть позже поговорим. Ну вот, вот такая вот функция. Мы можем ее... Что такое? Сейчас, секундочку. А, все, кажется, знаю. Да, кажется, это так. Да. Ну вот, значит, ладно. Вот такую функцию мы ее можем как бы даже вызвать. Давайте попробуем. Но давайте мы забежим сразу вперед и скажем, что в принципе, в принципе, любая программа на питоне является модулем. Любую программу, любой код на питоне можно проимпортить просто по его имени, сказавши вот так. Только не так, а вот так. Как видите, если мы скажем вот это, он скажет, нет никакого модуля docf. А модуль docfu существовал. И это просто файл docfu.py. Самый простой вариант модуля для питона. Это просто файл .py, лежащий в конкретном месте, в котором определяется некоторое переменное окружение. Но в данном случае это не важно. Важно то, что мы проимпортировали модуль docfu. И в этом модуле docfu у нас есть функция funct. Вот она. Которую можно вызвать. Давайте мы для красоты сделаем так. импорт docfu и docfu . funct. Скажем, 3-4. Её можно вызвать. Вот она вполне себе вызвалась. Так вот, в чём смысл этих строк, которые мы написали внутрь функции, висящие строки. Вот в чём смытый скрысл вот этой строчки и вот этой строчки. Это всё обычные строки. Смысл состоит в том, что когда мы говорим import docfu этот самый, то мы помним с вами, что в питоне есть встроенный help. Help есть вообще по всему. Так вот, как только мы оставили вот такую висящую строку, она называется строка документации, внутри какого-нибудь контейнера, будто модуль, класс, функция, эта строка висящая становится строкой документации, которая выводит как раз по функции help. help docfu точка print. Не print, а как там, function, функция. Опа! Узнаёте? Фотмула. Даже слово фотмула воспроизвела. Но ещё бы она его поправила. Вот. Это поле доступно вот таким вот способом. То есть к нему можно обратиться в программа. Программно. Вот. И ровно так же формируется документация по всему модулю нашему docfu, который, напоминаю, всего лишь является питоним файлом. Смотрите. Видите, какая красотень? Вот это, то, что мы написали в строке документации к модулю, это то, что мы написали в строке документации к функции. Если там было бы несколько, он бы их перечислил несколько. Это свойство языка синтаксическое, синтаксические слоты под слово слоты неправильное. Синтаксические конструкции, предназначенные для документирования объектов. Называется самодокументацией, и в питоне этим очень активно пользуются. Потому что так удобно. Ещё в строках документации хранятся иногда совершенно ненужные вещи, но об этом мы говорить будем в следующем семе. Вот это значит строки документации так выглядят. Такая вот тема. Теперь ещё одна тема это лямбда-функции, которую я очень зря в прошлый раз не упомянул, потому что она с одной стороны простая, а с другой стороны выводит нас в довольно развесистый класс объектов и развесистый, делает такой серьёзный мостик в область функционального программирования. Значит, функции бывают обычные, и это функции оператора. вы говорите define, fun, ну, короче, вот как раньше мы это делали. Вот. Вот какая-то функция. Нет, она слишком сложная. Давайте простой. дев функт вот а запятая b return а умножить на 2 плюс b. Да, значит, эта функция функт выглядит вот так. У неё есть имя, данное ей в девичестве. Вы можете написать вот это, что-нибудь вроде такого, но всё равно это будет та же самая функция. Вот. Вот. Эта функция функт выглядит вот так. для её описания потребовался целый оператор, и после того, как вы её описали и связали чем-то, например, именем её, можно вызывать. Иногда встречается необходимость по-быстренькому описать какую-то очень короткую функцию, которую делает что-то вроде этого, и никак её не связывая, немедленно отправить её куда-то в качестве, скажем, параметра функций. Про то, что функции могут быть, объекты функций могут быть параметром, мы в прошлый раз поговорили. Вот для этого существуют так называемые функции выражения или лямбда-функции. Лямбда-функция отличается от обычной функции тем, что это не оператор, это просто такое выражение. То есть вы можете написать что-то типа лямбда а запятая б, двоеточие, это было а, двоеточие, и тут сразу, значит, а умножить на 2 плюс 1. При этом вот такая конструкция сразу вам вернёт объект типа функции. Ну, то есть вот так вот можно сделать. Но самое главное в лямбда-функции то, что она сразу возвращает объекты, поэтому его можно использовать в различных конструкциях, которые, ну, например, можно использовать вот так, если очень хочется. понятное дело, да? У нас вот тут вот сформулировался объект типа функции, мы его вызвали с параметром 3.3.4. Вот. Или там, ну, не знаю. Сейчас сортят. Вот range от 1 до 10, k равняется лямбда, k равняется лямбда, что я сделал неправильно. b. Ну, ладно. x, x, процент в 5. Ну, смотрите. Вот я отсортировал нашу последовательность по остатку отделения на 5. и мне для этого не нужно было описывать отдельную функцию, я эту функцию немедленно вот тут вот в командной строке по-быстренькому задал. Вот весь смысл лямбда-функции в питоне. Вот такой. Понятное дело, что это провоцирует нас, особенно в совокупности с модулем, который называется functools, и еще модуль, который называется iter tools, вообще писать в функциональном стиле. Вот. Но программа, написанная на питоне в функциональном стиле, выглядит очень страшно, поэтому не пользуйтесь, не злоупотребляйте этим. А вот так вот вполне нормально писать, иногда это довольно удобно. Это еще одна тема, которую я в прошлый раз не рассказал. Следующая тема, которую я в прошлый раз не рассказал, это то, что, помните, мы говорили про распаковку и запаковку позиционных параметров. Есть очень удобный лайфхак, как по-быстренькому вывести вот такой вот список, допустим, используя в качестве разделителей не пробелы, ну и вообще, как его быстро вывести. Вот смотрите. Print, звездочка S. Вот так у нас выведется объект типа лист, а вот так у нас этот лист распакуется с помощью операции распаковки. это все эти параметры передадут Sprint, у Print неограниченное количество параметров. Вот такой лайфхак. Можно там еще сказать вот так вот. Ну, в общем, вы меня поняли. Даже можно сказать вот так вот. Ну, вот. Да, значит, это такой мелкий мелкий лайфхак, который напрямую следует операции распаковки, поэтому я его упоминаю. И последний важный долг, прежде чем мы возьмемся за сегодняшний разговор, последний важный долг, за вчера, за прошлый раз, это про максимальную глубину рекурсии. Помните, мы с вами говорили, что питонный язык вполне себе процедурный и по идеологическим причинам, а также по причинам чисто семантическим, что ли, никакого хвостового вызова не поддерживает. То есть рекурсия в питоне это всегда создание нового контекста. В этом новом контексте задание соответствующих имен локальных. Мы видели, как эти контексты порождаются, смотрели на Python Tutor и так далее. Понятное дело, что поскольку это очень тяжелая операция, рекурсию не надо делать слишком уж вложенной. Если вы работаете со структурой данных, чья сложность по памяти равна N и замутили рекурсивный алгоритм, глубина рекурсивного вызова которого тоже пропорциональна N, вы на самом деле написали обычный цикл. Не делайте так, пишите обычный цикл. Соответственно, критерий на максимальную глубину рекурсии я его назвал логарифмическим. Если у вас вычислительная сложность, вернее так, глубина рекурсии совпадает со сложностью по памяти того объекта, который вы рекурсивно обрабатываете, это плохая, негодная рекурсия, вы на самом деле реализовали цикл в виде рекурсии. А вот если глубина рекурсивной вложенности относится к сложности по памяти того объекта, который обрабатываете как логарифм, то это хорошая годная рекурсия. Собственно, если вы там написали факториал через рекурсию, как это во всех учебниках пишут, если вы видите учебник, где в качестве примера рекурсии используется факториал, знайте, что это либо очень умный учебник, либо очень тупой, потому что это неправильный способ использования процедурной рекурсии. Он работает только в случае хвостовой рекурсии, но, блин, это же самая отдельная тема. Такие дела. Вот. Как следствие, в питоне глубина рекурсивного вызова не может превышать, мне кажется, тысячу. Сейчас давайте это проверим. На всякий случай запущем обычный питон, запущем, опишем рекурсивную функцию и посмотрим, что получится, когда мы ее вызовем. А вот что получится. Эта функция вызвала 997 раз. На тысячу раз. А почему? А, плюс 4. Да, да, да. Да, да, совершенно справедливо. Ну, вот эта функция себя вызвала тысячу раз, и на тысячный раз она отругалась. Вот. Когда-то очень давно, во времена второго питона, вы бы увидели здесь тысячу сообщений. Вот. Третий питон на вас позаботился, сказал, вы знаете, вот. И еще 996 таких же сообщений верьте мне, они такие же точно. Вот. Понятное дело, что если следовать логарифмическому критерию, то глубина рекурсии в тысячу это очень много. Ну, возможно, у вас не будет таких данных или такой памяти. А если все-таки вам пришлось с этим работать, в принципе, эта штука управляемая, вы можете стек рекурсии повысить. Вот. И это все, что я хотел сказать за прошлый раз. Ушло довольно много времени, но согласитесь, тем и важно. Сейчас попробую в чуть-чуть более ускоренном темпе проговорить все остальное, что надо было сказать за сегодня. Ну, во-первых, числа. С числами вы помните, какая есть интересная подробность с вещественными числами в программировании. Эта интересная подробность состоит в том, что вещественных чисел не существует. Вот. Их реально не существует. Все, с чем мы работаем на любом цифровом компьютере, это модель вещественного числа с определенной точностью. Причем эта точность в случае стандартной на вещественные числа даже двойной точности очень невысокая. Ну, как очень? Видимо, невысокая. невооруженным взглядом видно, что они невысокая. И мы с вами это доказательство отсутствия вещественных чисел уже чуть ли не в первый день рассматривали. Вот оно. Если кто думает, что здесь написано неправильно, нет, здесь написано правильно. Та модель числа 1,1, будучи сложной с той моделью числа 2,2, которая подписана стандартом по хранению вещественных чисел действительно даст вот такое число, как на выходе. Точнее, некоторая модель вещественного числа, которая примерно равняется тому, что мы видим на выходе. Вот. О подробностях этого, вот если у нас будет курс по архитектуре EVM, по архитектуре RISC-V конкретно, добро пожаловать туда, там все это объясняется, почему так. Но это правда. Вот. Понятное дело, что вещественное число как предел какой-то последовательности не имеет своих аналогов в цифровом мире, например, число π, его же невозможно смоделировать как рациональное число, оно иррациональное и так дальше. Вот. Поэтому, говоря про то, что тема числа это такая простая тема, на самом деле мы, разумеется, лукавим, потому что, например, мы можем хотеть работать именно что с рациональными числами как таковыми. Напоминаю, рациональные числа это число, это число, представимое в виде дроби. И такой тип данных прямо в питоне есть, он называется fraction дроби. Давайте мы выйдем из этого, войдем в это. Fractions. Прямо вот так сделаем, а то мне будет лень писать слово fraction каждый раз. Вот. заодно конструкцию. Покажу. И эти самые числа, которые получаются вот так вот. А равняется, а за пятое, b равняется, f от, ну скажем, 5, f от 7, только b маленькая. Вот, 5 первых и 7 первых. Да? Целые числа. Ну, кстати, ее можно сказать стр, и вы видите просто 5. Вот. Так вот, эти числа, она не обладает таким свойством, что, разумеется, арифметические операции над этими числами, они подают такую же дробь в результате, ну как бы, да? Вот. Причем, обратите внимание, эта дробь автоматически приводится к правильному виду, да? Ну, то есть, вот. Соответственно, фишка у рациональных чисел в том, что они всегда точные. Это точно, всегда точные значения. Просто всегда. Что бы вы с ними ни делали, значение будет точным. Вот. Такие вот дела. Давайте я пока рациональные числа оставлю, потому что в питоне есть еще более мощный инструмент представления чисел с произвольной точностью. Он называется decimal. Decimal — это двоичные десятичные, кажется, или строковые десятичные. Я не знаю точно, как это смоделировано, представление чисел. Но с нашей точки зрения тип данных decimal тип данных decimal выглядит как число десятичное, в котором гарантировано столько-то точных знаков. Давайте попробуем. мы можем сделать что? Мы можем сказать decimal, значит, про decimal надо сказать все-таки, decimal.getContext, точка precision. Ну, скажем, 30 знаков. Что-то я не понял. А, он и есть 30. Я тупой. Да-да-да-да-да-да, я тупой. Надо было сказать 60, и все бы мы увидели. Да, был просто 28. Да-да-да. Ну вот, смотрите. Она, кстати, циклическая, эта дробь, да? Вон, 1,4,2,8,5,7 у нее период. Ну вот, значит, то есть, с нашей точки зрения, смотрите, что важно. Да, с нашей точки зрения это такое вещественное число, в котором гарантированно есть 60 точных знаков. Хотите не 60 и 600, можно и 600. Там довольно глубокий уровень точности. Потому что это же, ну как, это же не за бесплатно, это значит, вот эти все числа где-то хранятся в виде массива этих цифр. Не знаю уж, в какой системе счисления, подозреваю, что все-таки не в десятичном, в какой-нибудь 250-6-ричный. Ну, не важно. Важно то, что они хранятся в виде массива цифр, и этот массив цифр как-то обрабатывается. А может, и в десятичный, потому что точность это десятичный знак. Не знаю. Это надо внутрь реализации насилия есть. Но эта штука позволяет вести вычисления в произвольной точности. Разумеется, мы будем работать тоже только с рациональными числами. Это и есть рациональное число, сотое, там, ну, деленное на степень десятки. Но, как модель вещественная, это гораздо лучше подходит, чем вот это. Потому что оно там где-то заткнется. Быстро довольно-таки. все, собственно, уже. Вот. А фишка, которую я хотел рассказать и про то, и про то. Да, кстати, забавно то, что над именно децимал числами определены даже некоторые рациональные алгоритмы, в смысле нерациональные, но счетные алгоритмы типа вычисления квадратного корня. d равняется деку, скажем, 5. о. Ну, потому что квадратный корень, есть же алгоритм его высчитывания с определенной точностью до любого символа, вот это он и есть. вот. Да, а фишкой, фишкой обоих волшебных форматов представления данных и, собственно, фишкой, единственной фишкой домашнего задания, которая будет на эту тему, является то, что не надо писать вот так вот. Если вы хотите, например, число 1.1, ни в коем случае не пишите вот так. Это совсем неправильно. Давайте ради интереса напишем даже вот так вот, чтобы вы понимали, насколько это неправильно. Вы думаете, это 11 десятых? Ничего подобного. Это было бы 11 десятых, если бы вы в качестве того, из чего делать это число, предоставили 11 десятых. Но вы-то предоставили модель вещественного числа 1.1 с точностью там определенной, а мы помним, что эта точность невелика. Так что нет, то число, которое вы обозначили в виде 1.1, это вот эта вот ровно самая дробь. Вот. Соответственно, если напишите вот так вот, да, то вы тоже получите что-нибудь в этом духе. Вот то самое место, где заканчивается точность моделирования числа типа флот, да, и начинается нерасполненный хвост. Поэтому, если хотите задать число, ну, не знаю, это 1.23, 4.5, то пишите вот так. Тогда этому конструктору передается строчка 1.23, 4.5, а он уж разберется, кто там на кого делится. Такие дела. Вот. Не забывайте про это, не забывайте, что вот такая конструкция, она в принципе запрещена, потому что почти всегда приводит к галлюцинатам. Ватс. Ну вот. Кстати, теперь очень хорошо понятно, почему 1.1 плюс 2.2 чему-то такому не тому равны. Уж больно быстро, они оба больше соответствующего числа, обе модели больше соответствующего числа, и очень быстро начинают залезать в ту часть точности, которая нам видна. Вот. Так. Это был разговор про... Да. Значит, отдельное, совсем короткое вступление, даже не вступление, такой вброс про математическую библиотеку, потому что практически все, что вы увидите в этой математической библиотеке, это функции, которые определены на любом числе, предоставляющем ньюмерик протокол, так называемый, питоновский. Вот. То есть вы значит, можете работать с математическими, с этими самыми, с целыми числами, вещественными, комплексными, если только соответствующая операция на них определена. Кстати, в питоне есть комплексные числа, скажем, x равняется 2 плюс 6g. g это то, что у нас в нашей нотации и пишется. Вот действительно мнимые части. Кстати, я не уверен, что сейчас заработает. Ну-ка, что у нас там? Апс есть, да? Нет, апс это и так работает. Это-то у нас работает. Пожалуйста, модуль комплексного числа работает. А вот что у нас там, какую функцию можно попробовать взять от комплексного числа? Я не уверен, что она заработает. Возможно, CMS нам нужен. А так работать не будет. Да? Уй, как интересно. Я вообще не знаю, что это такое. Да. Значит, с комплексными числами математика, библиотека МАСС не работает, зато работает. CMS. Вот. Пожалуйста. Я сказал, пожалуйста. Пожалуйста. Вот. А вот что такое ИСКУРТ, я даже не знаю. А, господи, это целая часть от корня. Очень хорошо. Дело в том, что по всей видимости вычислить целую часть от корня проще, чем сначала вычислить корень, а потом целую часть. Вот. Потому что алгоритм может становиться в том месте, где мы залезаем за целую часть в дробную. Поэтому вполне возможно это удобнее штука, чем... Ну вот. В общем, я вас отсылаю к вот этой документации по библиотеке МАСС. Тут много всего такого, чего мы знаем и без всех всякие синусы, косинусы, всякие разные округления вверх-вниз. Много такого, что, может быть, имеет смысл почитать, зачем это нужно. Вот. Вообще тут уже с тех пор, когда я последний раз туда заглядывал, много интересного реализовали. Я хочу рассказать только про две функции математические, которые имеют смысл помнить об их существовании. Во-первых, эта функция из close. Помните, я, кажется, говорил еще в начале начал, а также скажу сейчас, потому что самое время, вещественные числа нельзя сравнивать на равно. мы не можем написать и здесь 3.3 и здесь 3.3. false. Вот. Чтобы проверить, я, кстати, не уверен, что у нас сейчас все получится, не исключено, что функции close тоже скажут, что они слишком далеки друг от друга. Вот. Но как минимум, вот такое сравнение, сравнение двух вещественных чисел на равно, считайте, что вам сказали нет. что они могут совпасть только в том случае, если эти два вещественных числа получены одинаковым способом. Ну и если они внезапно оказались кратной двойки, степенью двойки. Если они не оказались кратной степени двойки, не факт, что это равно будет равно. Поэтому обычно делают не так. Обычно делают вот так вот. Хотя я сейчас не уверен, что будет правильно. Возможно, они настолько отличаются, что тут будет фу. Нет, тут правильно. Зря я боялся. Вот это надо использовать вместо сравнения на равенство, если вам вообще нужно сравнить что-то на равенство, зная, что числа могут быть актуальны и неравны. Вот. Нет никакого сравнения сравненно больше-меньше, разумеется, есть. А если бы он случился в массе? Просто в массе. Цемасс это для комплексных чисел. А какие у него границы? Давайте посмотрим. У него есть границы, если мне не ошибаюсь, стандартные вот 10 минус 9. А еще можно сказать, они абсолютные или относительные. вы можете вместо относительной точности указать абсолютную точность, если вам нужно столько-то знаков после запятой, например. Но имейте в виду, что вот эта штука работает только там, где она работает. Если, например, вы используете вещественные числа, у них не может быть точность выше, чем полагается по по этому стандарту, если вам нужна очень сильная точность, больше, чем в ущественных чиселах, как мы видели, это вполне достижимо, то используйте вообще не это, а пользуйтесь децималом и, соответственно, тем набором математических функций, которые работают именно над децималом. да, но как видите, метода универсальной функции синус не написана так, чтобы она возвращала именно децимал. Ну, потому что нет. Что есть? Есть нюмерик протокол, который вот это число поддерживает. Поскольку оно поддерживает нюмерик протокол, значит, оно может быть сведено до флота, а из флота можно вычислить синус. Такие дела. А как работает если мы децимал с фракшн и все в какой-то как-нибудь просто сравниваем? Давайте проявим. А, децимал с фракшн. Интересный вопрос. Проще, конечно, спросить у питона, чем у меня, но можно и проверить. Я думаю, что он откажется. Сейчас. Я думаю, что он откажется, потому что непонятно, как к одному, к другому конвентировать. Нету метода, в котором было бы написано, что можно складывать децимал и фракшн. Но это мое предположение. давайте проверим. Да. Строго типизация в питоне, ребят. Написан метод, в котором в конкретный вот метод от конкретного числа можно складывать. Будет не написать, нельзя. то есть я сильно подозреваю, что, в общем, вы меня поняли. Да, естественно, с обычным числом складывать можно, и оно работает ровно так же, как мы с вами, ровно так же, как мы с вами видели. Если так написано, работает обычное сложение, а если так написано, работает правое сложение, почти наверняка попытка сложить 435, ну, 435.ad вот такую штуку, только бабла, естественно, нам просто выдаст, просто выдаст нот имплемент. Что я сделал не так? А, да, конечно, конечно. Вот. Ну, потому что 435.ad вы же знаете, что это такое. Это вещественное число. Ну, вот. Это, что я хотел сказать про числа. Как видите, про числа оказалось довольно много интересного. А вторая функция, про которую я не успею рассказать, но обращаю на нее ваше внимание очень активно, эта функция, она на самом деле, как это сказать, чаще все встречается в школьных задачках по компьютерной геометрии и реже встречается в real life. но функция очень удобная. Не дай бог вам встретится какая-нибудь задачка по компьютерной геометрии. Функция состоит в следующем. у вас есть две точки, или координаты точки. Вам нужно определить угол. Вот. Обычный арктангенс, который вычисляется от координат, вам выдаст этот угол в ограниченном диапазоне. Вы не будете знать, в каком из квадрантов он лежит. потому что арктангенс, он определенно очень коротко. Я не помню, от минус пи до пи, что ли? От минус пи полом до пи полом? Не помню. Какая у него в области? От минус пи до пи, да. Вот. А, нет, вру. Это от ан-2 от минус пи на пи, извините. Обычный арктангенс меньше. Нет, я правильно сказал. От минус пи полом до плюс пи полом, конечно. Ну, не может быть этот самый больше, чем пи полом. У прямоугольного треугольника не может быть угол больше, чем пи полом. Ну вот. Арктангенс определен вот в таком диапазоне, и, соответственно, если у вас точка произвольная, и вы не можете определить угол в нее с помощью арктангенса, вы знаете два катета, в смысле, ну, вы знаете катего, ну, короче, не можете. А от ан-2, он как раз от двух точек. Ну, в смысле, от двух координат. Не от одного числа, а от двух координат. И вот тогда, поскольку эти координаты бывают положительные, отрицательные, ну, короче, они могут располагаться в любом квадранте, тогда вы можете узнать угол от минус пи до пи. Вот. В общем, во всяких вычислениях это очень полезно, когда у вас нет способа по-другому вычислить, вот от ан-2 прямо выручает. Так. Что касаемо вообще математики. Как мы помним, математика может работать с, например, большими структурами данных, однотипными, которые называются массивы. мы с вами помним, что в питоне списки, лист, это динамические массивы, но если быть точнее, это динамические таблицы. Динамическая таблица означает, что у нас создается массив ссылок на объекты. Именно поэтому какие угодно объекты можно хранить там в списке или в кортеже. Массив ссылок с точки зрения эффективности обработки это одна лишняя операция разоминования по памяти. Понятное дело, неудобно, в смысле медленно. Если очень хотите, а также для того, чтобы, например, писать программы для питона, вернее, модули для питона на C и передавать в питон C-шные массивы, есть специальный тип данных, который называется Array. Он не является встроенным, в синтексе его нету. Array – это такой, собственно, модуль питоней, который предоставляет доступ к вот таким условно-C-шным структурам данных, однотипных, непрерывно расположенным в памяти. Ну и, как видите, типизация здесь такая, очень тоже C-шная. Маленькая целая со знаком размером в один байт, маленькая целая без знака размером в один байт, малая целая со знаком размером в два байта, ну и так далее. То есть, фактически, вот та самая структура данных, вернее, те самые встроенные типы данных, которые мы видим в языке программирования C, еще и закодированы любимым ГВИД, таком птичьем языке, одной буквочкой. То есть, вы говорите, сделай мне массив типа U, и мы лезем, смотрим, что такое тип U. Думали, это unsigned? Ничего подобного. Это Vchart T. Или там массив типа, не знаю, C. Что такое C? Нет такого типа. Хорошо. Ну, короче, вы меня поняли. У этого самого RR есть вполне нормальные такие функции, но он нужен все-таки, модуль RR нужен не столько для математики, сколько для оперативной связи с соответствующими структурами данных в CC++. Для этого же служит модуль Struct, о котором мы поговорим уже, поговорим где-то в последней лекции. А если вам нужно прям настоящие математики, то Welcome to the NumPy. NumPy – это громадная совершенно библиотека всевозможных математических операций для Питона. Как правило, написанных этих операций, написанных не на Питоне для эффективности, а на каком-нибудь C и Фортране, как выяснилось, довольно много кодов на Фортране в NumPy, потому что много числовых алгоритмов реализованы на Фортране и больше ни на чем. Математики такие люди. У них уже есть решение. Зачем решать еще раз? Ну и так далее. Помимо NumPy есть еще символьная математика. А симпы – это еще отдельная тема. Помимо символьной математики есть еще всякий дантосатанизм в количестве немеренном. У нас, кажется, теперь на факультете целых два семестра ситонизма в обязательном порядке. Как оно называется? Ну а, только на третьем, да? Значит, не в обязательном все-таки. В обязательном, у всех. Вот. Значит, кстати, есть вот такая книжка у Райли вообще в открытом доступе. Мышиное обучение. Все как полагается. Вот Плотлип, между прочим. Нумпы, панцы. Слушайте, а хорошая книжка. Не зря я ее сам себе порекомендовал. Вот. Такая ознакомительного плана, отличная книжка. Мне кажется, на уровне студенческом вот то, что нужно. Ну вот. Мышиное обучение. Ну и вообще всякого рода математик под питон очень-очень-очень много. Хотя бы потому, что математики в последнее время возымели привычку перестать писать на си и начать писать на питоне. Это очень хорошо. Некто под названием main account задает в гугловый чатик, в ютубный чатик вопросы по домашнему заданию. Нет, на вопросы по домашнему заданию welcome to the... в чатик, в телеграммный. Там мы все вам ответим. Main account. Дорогой. Ну вот. Значит, еще одна тема на сегодняшний тоже день это псевдослучайные числа. Фактически, когда речь идет о псевдослучайных или о случайных числах, то речь идет о двух совсем разных направлениях, о двух совсем разных целеполаганиях. Если речь идет о действительно случайных числах, нам нужно, чтобы то число, которое нам выдал наш генератор случайных чисел, наш даже не генератор, источник случайных чисел, было непредсказуемым. Например, для шифрования. в питоне есть как минимум полтора таких места, есть модуль секрет, который вообще предназначен ровно для этого. Он генерирует такие случайные числа, которые более или менее гарантируются, что будут именно что случайное. секьюр и рандом номерс. Каким образом это достигается? На каждой конкретной платформе это взваливается на реализацию языка, но предполагается, что то, что вам генерит модуль секрет, почитайте, ну там, случайные числа, вот это все, это вещи, ну, секьюр и рандом. Непредсказуемые случайные числа. Я сказал полторы, потому что есть еще модуль OS get random, который будет выдавать вам случайное число с точки зрения, значит, операционной системы, насколько оно предоставляет вам случайные числа. И тут, ну, такое. А, собственно, вот такое. В Windows этого нету, кажется, в MacOS тоже. Вот. Ну и вообще модуль OS надо использовать с некоторой осторожностью. Он, как правило, оперативный системспецифик. Там может быть что-то такое, где написано, ну, вот такое. Да, и, например, или, наоборот, только под виндой. Хотя я, наверное, не найду что-то, что-то реализованное только под виндой. Такая уж эта операционная система. Ну вот. Так что, если вам нужна какая-то более серьезная true-случайность под питом, ищите соответствующие сторонние модули и смотрите, какая у них привязка к операционной системе, разумеется. Что за касаемо первой части, а именно, когда нам нужно случайное число, наоборот, для того, чтобы оно было предсказуемым, но условно-псевдо-случайным в некотором диапазоне, вот для этого есть здоровенный модуль, который называется рандом, у которого куча сил. Всяких-всяких-всяких методов. Вот. Опять-таки, время перечислять все эти методы, рассказывать, что они делают. У меня нет. Вот читайте документацию, она вполне себе разумная. Надо сразу понимать, что генератор случайных чисел это псевдо-случайный генератор, у него есть очень серьезные ограничения по секьюрити. Не используйте его для секьюрити. Вот. Но для наших с вами задач, таких вот, не связанных с секьюрити, он просто-таки все делает, что мы хотим. Помимо того, что в нем есть несколько разных распределений, как равномерные, так и гауссово, какой-то, коваритивный, еще какой-то, в которых я не разбираюсь, он может выдавать число целое, вещественное, случайное. Вот. Псевдо-случайное, разумеется. Это вещественное число, целое. Как полагается, рейнджу 20 не будет никогда, 0 будет, 20 не будет. Если вам такое не нравится, можно сделать вот так вот. Вот тут уже будет оба, оба варианта. Давайте, давайте, да. Вот вам, пожалуйста, последовательность. Это как простая вещь, да, значит, более сложные вещи, это всевозможный... А, нет, давайте сразу скажу, что поскольку датчик случайных чисел, как мы говорим, его главная задача, это именно что предсказуемость, хотя, казалось бы, какая предсказуемость здесь, да? Давайте ради интереса даже вот так сделаем. ну, скажем, 10. Ну, неважно, да? Так вот, смысл датчика случайных чисел, возможно, я даже здесь ссылаюсь на формулу, но времени эту формулу изучать у нас не будет, поэтому я посмотрю, есть ли ссылка. Ссылки, кажется, нету. Ну, нету, значит, нету, хотя жалко. А, я думаю, есть ссылка вот здесь, вот тут есть ссылка на документацию, в документации есть ссылка на какого-нибудь, может, Муцимото. Да, вот, 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 собственно, вот. Умножение с переносом. Да, так вот, значит, датчик случайных чисел характерен тем, что он воспроизводим. Вы можете задать нечто под названием сид, зерно. Ну, скажем, раз, два, три. И получить вот такую последовательность вполне себе случайных чисел, да? И еще одно. Потом снова задать зерно, кстати, по умолчанию оно, видите, чем... Ой. И смотрите. 0, 0, 5, 0, 6. 0, 0, 5, 0, 6. В конце что стоит? 0, 15, 9, 6, 6, 9, 9. Эта последовательность после рестарта воспроизводится. Сейчас. Вот. И это очень удобно. Предположим, вы написали какой-то тест под свою работу, в который, значит, генерируется случайная последовательность, и он наконец-то упал. Вот он на одной низу упал, на другой не упал, на этой упал. И вы такие, ох, как бы мне еще раз эту случайную последовательность сгенерировать? А очень просто. Поставьте тот сид, запомните, какой вы ставили сид в прошлый раз, и поставьте его. Это, я не знаю, что это такое, это кусочек из этого алгоритма. Вот это вот состояние нашего датчика случайных чисел детской. Но достаточно сид, из-за сиды будет она сгенерирована. Ну вот. Теперь, что касаемо других функций. Ну, там может перемешивать, есть функция choice. Да, это все очень просто. Выбирает случайно один элемент с последовательностью. Ну, неважно, вы меня поняли. Два, значит, есть sample. Сначала последовательность, потом количество. При этом, если мне не изменяет память, сэмпл, никогда, то есть он берет n случайных элементов, никогда их не перемешивая, без повторений. Вот. А если хотите с повторениями, то есть choices. Причем choices, это еще более интересная штука. Давайте. К равняется, ну, скажем, 10. Мало того, что он на этот раз уже делает с повторениями и просто случайных выбирает, еще вы можете указать веса. Вы можете написать, какие weights равняются, ну, скажем, 1, 10, 1. Сколько их там? 6? 10, 1, 1, 1. Обратите внимание, как часто встречается буква V и E. Да практически все время. Что? На строчке 1, там одна. Ну, там была только из V. Да, была. Ну, потому что, да, V, в общем-то, ну, как бы, ну, вот такие дела. А в чем вздается веса? Либо в абсолютных, либо в относительных значениях, то есть, либо она кумулятивна, и вы просто наращиваете эти веса, либо это просто веса, вот в чем за, как это? Я понял, там, когда ты равняешься, то есть все, что ты равняешься. Ну, это доля от этой суммы. Вот. Ну, в общем, вот, хватит нас, с нас этого дела, потому что у нас есть еще одна тема, а мы, в общем, время у нас поджимает, эта тема очень большая, тема строки. Вот. Со строками ситуация следующая. Во-первых, строки в питоне состоят, помните, из чего? Из строк. Да. Особенность строки как последовательности, это то, что это вроде бы хранимая последовательность чего-то, но чего именно последовательность это хранимое, мы с нами не знаем, потому что то, что нам выдается, выдается операцией индексирования, это строка. то есть мы берем вот это чего-то хранимое, берем из нее один элемент, этот один элемент выдаем. Причем, обратите внимание на то, что сейчас, секунду, вот, обратите внимание на то, что эта строка юникодная, то есть давайте напишем что-нибудь типа ща, орд, что это не байт, а минимум два, кажется два, в питоне кажется двухбайтная кодировка, вот, соответственно, вы можете поставить что угодно в питоне вот в эту самую строку, не знаю, сейчас, секунду, нет, о, у меня просто несколько клавиатурных сокращений определенного, вот такое, вот такое, вот, что еще, не знаю, вот такое, ну вот такое, ну и так дальше, вот, короче говоря, вот, пожалуйста, да, вы можете там, вот так, интересно, почему 171, маловато, ну не важно, важно то, что это юникод, в действительности, все еще хитрее, пока у вас в строке лежат только обычные символы, она представляется как оске строка, ну давайте это посмотрим, потому что это важно знать, что на самом деле, важно видеть, насколько питон прозрачен снаружи, но там, где реализация уже не касается нашего, как бы нашего разумения, он может быть по-всякому хитер, вот, смотрите, сейчас, как это там, get size of, да, сис, get size of, size of, вот я добавляю по одному символу в строку, в которой нету ни одного юникодного символа, и добавляется по одному байту, очевидно, вот 49 каких байтов пошло на описатель этой строки, там какой-нибудь, но стоит мне добавить туда хотя бы один юникодный символ, неважно какой, ну не знаю, и эта строка уже увеличится в два раза, потому что теперь она будет представлена как юникод, да, ну вот и все, то есть на самом деле, где-то там под капотом моделируется это то так, то и так, почему такое неудобство, вот это на самом деле не является неудобством, мы помним, что строки константные типы данных, как только вы ее создали, вот как она там разложилась в памяти, так и лежит, были там юникодные символы, значит строка юникодной, не было, значит они аскешные, с точки зрения языка, мы различия не видим между вот этого, вот этим и вот этим, понимаете, вообще никакого, вот, а поскольку этого различия нет, то как она там представлена, с какими байтами они там представлены внутри, не нашего ума это дело. Такие дела. Так что можете про это смело забыть, просто знайте, что вот у питона есть некоторое количество такого рода оптимизаций, которые не видны пользователям. Вот, как уже было сказано несколько раз, но давайте это еще раз повторим, строки можно задавать четырьмя различными способами. В обычных апострофах, в двойных кавычках, ну в кавычках, в тройных апострофах, и нечто заданное в тройных апострофах может быть, сейчас скажу. Ну, кажется, это не умеет, эта среда не умеет, ну в общем, нечто заданное в тройных апострофах может быть многострочным. Давайте мы это сделаем из редактора, в конце концов. А, из редактора мы это почти сделали, между прочим. Вот. Вот здесь можно было написать что-то типа print. Это вполне себе допустимый, синтаксически допустимый конструкция. Вот. Ну и также в тройных, двойных кавычках, извините за, извините за тавтологию. Вот. Все это нужно ровно для одного, чтобы если у вас есть в тексте перевода строки и двойные кавычки, значит вы делаете это в тройных апострофах. А если и то, и другое, и третье, ну господи, экранируйте в конце концов, можно же сделать вот так вот, а равняется там, бэкслэш, кавычка, л, вот. Так тоже можно. Вот. Значит, и это, кстати, еще одна тема сегодняшнего разговора. Это вот такого рода последовательность, бэкслэш, что-то. Я думаю, что из курса по си, который так или иначе у вас в какой-то степени был, вы помните такой способ экранирования, предания символам управляющего смысла. Вот бэкслэш кавычки превращаются в кавычки, даже если они внутри кавычков. Да? Какой-нибудь бэкслэш, не знаю, т превращается в табуляцию. Смотрите, в чем фишка табуляции. Табуляция – это управляющий символ терминала, перемещение курсора на позицию кратную восьми, по умолчанию восьми. Все, кто думает, что табуляция равна четырем пробелам, глубоко ошибаются. У нас был на это очень горький и пафосный разговор на курсе разработки под Linux. Нет, табуляция – это вообще не пробел. Табуляция – это один символ, который приводит к перемещению курсора на знакоместо кратное восьми. Не используйте табуляцию, а то будет так. Вот. Значит, ну и всякие другие штуки там, не знаю. Это не удалил. Это переместил курсор назад на один символ и поверх нарисовал. Ща. Ща. Много. Давайте побыстрее сделаем. Очень хорошо. А теперь сделаем вот так вот. Это символ возврат каретки, который переводит, помните, эту самую, механическую печатную машинку. Вот это перевод строки, то есть с этой стороны, вот это перевод строки, нет, правильно, с этой, вы дергаете, проворачивается строка. А вот это возврат каретки, вы каретку возвращаете в исходное положение. Символ возврат каретки буквально делает вот это. Да? Вместо символа перевода строки и возврат каретки у вас выводится возврат каретки И вот там печатается, на месте старого печатается новое. Вот. То же самое будет за одним маленьким исключением. Давайте сначала, если уж вы хотите, да, вот вам интересно. Сейчас, секунду. Сначала слэш R, теперь маленькое исключение. Сейчас делаем 15, и здесь сделаем 0,5. Но поскольку в бэкслэш R это отступ на один символ, то мы сейчас увидим некоторую аномалию. Ой. А, он выводит и тут же переводит курсор назад. Он печатает, но тут же затирает. Давайте сделаем так. Ой, нет. Что-то с бэкслэш B какая-то фигня. Не печатает он ее на экране. Ну, а, слушайте, это мы... Ну, нет, раньше-то он это делал, но, видимо, надо сделать не так, а вот так. Я думаю, что это нам ПТ-Пайтон под газом. Слушайте, давайте дальше пойдем, а? Вы меня провоцируете. Вы во всем виноваты. Сейчас не дочитаю лекцию, а вы будете виноваты. Ладно, шучу. Нет, это свойство конкретного терминала. Действительно, он не активируется, не видя бэкслэш B, не видя бэкслэш N, не видя... Ну, р-р-р. Хороший, фиг с ним. Поехали дальше. Значит, таких управляющих символов какое-то количество. Они все есть в документации по Питону. Это где-то у нас в самом конце. Вот. В частности... Вот они. В частности, можно задать символ с кодом X. Довольно удобно. Шестеричным. Бэкслэш X и дальше два шестеричных числа. Но на самом деле нас оставшиеся 10 минут интересует самая главная сегодняшняя тема. И, к сожалению, я, как и говорил, слегка протупил. Да. Значит, есть такая операция. Операция IN. Поиска элементов в последовательности. Ну, допустим. Вот. В случае строк она расширена до поиска подстроки в строке. Почему это так сделано? Потому что, если кто не знает, алгоритм поиска подстроки в строке имеет линейную сложность. Если его реализовать, согласно Морису Кнату, Морисопрату, кажется. Кнут, Морисопрат, Катта, 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 Кут, Морисопрат, да. То есть, естественный в нашем понимании квадратичный алгоритм, когда мы ищем начало, если нашли начало, сравним второй символ, потом третий, потом четвертый, не получилось, ищем дальше начало. Он, в сущности, имеет квадратичную сложность. Можно придумать такие примеры, на которых он квадратичен. Но алгоритм Кнута, Морисопрата, на самом деле, линейный. Он довольно хитрый. Там используется функция свертки. И поэтому, чтобы, а, не парить программиста, б, дать ему эффективный вариант реализации поиска подпоследовательности, в последовательности, операция IND для строка определена именно так, и она работает. Но это тоже не главное. Значит, еще есть одна тема, опять, на которую я вам обращаю ваше внимание, но рассказывать которую, пересказывать которую я не буду, потому что вот они все встроены на методы строки, их там овер до хрена. Вот. Это методы строкового объекта, и действительно, его у них очень много. Вот. Сделаю очень краткий обзор, буквально на пальцах. Значит, помимо методов YenFist и HasStartSwist, на самом деле, теперь есть еще Has... Сейчас, Has... Нет. А где же? Has префикс. Ну вот. А, давайте здесь поищем. Вот тут давайте поищем. Вот. А, remove префикс. Has префикс нету, это старт-вив, а remove префикс есть. И суффикс есть. Ну так вот, значит, методы. Соответственно, методы YenFist и StartSwift, это проверка на то, что данная подстрока находится строго в конце и строго в начале строки, чтобы не нужно было искать, вот, линейный, да? Просто проверить, начиная с какого-то места. Вот. Методы FindIndex и Count, соответственно, ищут соответствующее вхождение под строки, опять-таки, в строку. Куча метод начинающих, методов, начинающихся с из, проверяет, является ли строка числом, бук, состоит ли она из цифр, из букв, из десятичных цифр. Регистр является ли она идентификатором, то есть цифры, буквы, подчеркивания, не начинающиеся с цифры. Нижний регистр, нет ли там управляющих символов, ну, в общем, и так далее, и так далее. Пробуйте. Вот. Есть несколько этих самых методов, которые форматируют строку. Ну, например, s.center, ну, скажем, 40. Вот, видите? Давайте еще заполним это чем-нибудь. О! Вот. Есть несколько методов преобразования. Вот сюда входят еще методы. Эти методы меняют кейс букв, а есть еще метод remove suffix, remove prefix, который удаляют из начала, из конца последовательности, если они не указаны. Вот. А, есть, я собрал, вот они. Метод, который удаляет пробельные символы с конца из начала, а также r-strip. Вообще методы, похожие на вот эти преобразования, но начинающиеся с буквы r. Вот они. Ну, короче, куча разных методов. Нам интересен только два из этих методов. Это split и join. Ватс. Значит, потому что они самые сложные. Они очень простые в понимании, но их надо один раз показать. Значит, метод split. По умолчанию работает так. Он делит нашу строку на слова. Словами является последовательность непробельных символов. Пробельными символами являются переводы строки, пробелы, табуляции, переводы формата. Это, кажется, все. Вот. Как видите, все непарабельные символы по умолчанию strip просто удаляет. Split просто удаляет и возвращает список. Это список. Обратный метод тоже строковый. Это метод join. Ну, даже пустим. И у него все в точности наоборот. Join – это метод разделителя, который склеит наш список строк в одну. Только не s, естественно, а res. Ватс. Кстати, почему сработала вот эта штука? Потому что строка… Склеил через вот эти штуки совершенно справедливо. Ну вот. Соответственно, вот два симметричных метода. Первое время постоянно забываешь, что join – это метод не списка, а строки. Но это логично. Эта строка будет join'ить все, что вот тут. Мало ли, что там в списке. Может, она не сможет это сделать. Так что join – это метод разделителя. Значит, прежде чем переходить на тему, на которой у нас стало 6 минут, еще одно маленькое замечание про вот это. Принт, я сказал. А что, если вы хотите, чтобы ваша строка была ровно такая? a, s, backslash, t, backslash, n и так дальше. У вас есть два способа это сделать. Первый. Заэкранировать backslash-ом каждый backslash, который превратит… Потому что backslash, backslash – это просто backslash. Способ второй. Не париться и поставить в начале строки модификатор R, row. R будет означать, что эта строка не будет никак интерпретировать backslash и внутри себя. Обратите внимание, что pt-python умеет раскрашивать это. Обратите также внимание на то, что при выводе с помощью репр он вам эти backslash, backslash показал, чтобы вы все понимали. Но если мы скажем print s, он, естественно, их не покажет. Вот строка S сейчас содержит ровно вот это, что тут написано. Итак, последняя тема – это форматные строки. Форматные строки – это еще одна супердлинная тема, которую точно можно было упихнуть прямо в целую лекцию. Но мы этого делать не будем. Так вот, значит, у нас… Это очень большая тема. Это еще большая тема – формальная спецификация этого языка форматирования. Вот. Как видите, в документации все с премьерной, вы просто это читаете и все понимаете. Общая идея такая. Если вам хочется сконструировать некоторую сложную строку для вывода в домашних заданиях наших это очень часто встречается, особенно в сегодняшнем. Ну, например, вам хочется написать что-то типа такое, чтобы вот у вас было число а равняется, b равняется 10,20. Вот. И вам, ну и там, не знаю, c равняется 3. И вам нужно вывести что-то типа такое. 3 звездочки, дальше 10, 3 звездочки, 20, 3 звездочки, все. Да? Вывести. Чтобы это вывести, а, кстати, можно и вот так, да, чтобы это вывести, нам надо писать так, print звездочку умножить на 3, а, ну, плохой пример, кстати, ну, не важно, b, только не на 3, а на c, конечно. Ну, да, 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 именно так. И еще CEP, да, еще CEP равняется. А, или можно сделать не так. Ну, короче, вот, вот, ничему. Во. То есть вам придется гонструировать эту выходную строку, и очень бы хотелось это делать, как в Sif Print Efe это делается. Кстати, в питоне есть такой способ сделать это, как в сив-принтефе, только он обычно не используется. Да, можно написать вот так вот, но эта штука не рекомендуется. Ну, я сейчас забыл про c. Вот. Это как бы легоси-вариант, который никуда не девается, но пользуется обычно им. И есть способ, называемый форматные строки. Он выглядит следующим образом. Вы пишете в начале вашей строки модификатор f, а дальше совершаете некую штуку, которая отдаленно напоминает e-val. Потому что вы здесь можете написать что-то типа... Ну, давайте сейчас, я вот говорю, это плохой пример с двумя звездочками. Давайте просто напишем три звездочки. Дальше напишите a. Вот. При этом то, что находится внутри фигурных скобочек, реально вычислится. Такое вот как бы e-val. Помните, да, что такое e-val? Вы можете написать сюда вот так. Да? Можете написать сюда вот так. То есть там внутри, внутри фигурных скобок, может стоять реально некоторое выражение. Причем это выражение можно еще как-нибудь... Как-нибудь... Чё? А, ну да. Ужас какой. Ну, короче, вот можно какой-то заполнитель указывать, с помощью которого он будет заполнять эти самые... Да, вот так вот. Ой, так он не умеет. Ну, короче, вот этот синтаксис довольно разнообразный. Я вот к чему. Мне не нравится только, почему он не в ту сторону отравы ровнял. Мне кажется, это ошибка. Вот. Короче, вот тут вот что-то можно, что-то нельзя. Странный синтаксис, прям скажем. Вот. Чё ещё может быть? Можно центрировать, например. Да? А, кстати, а тут можно сделать? Можно. Вот. Подробности на описании этого самого. Довольно прихотливые описатели для, допустим, вещественных чисел. Сколько до, запятых, сколько после, сколько в сумме. Вот это вот всё. Вот. Примерно такая же ситуация. Возможно, для специального метода строкового, который называется формат, который примерно так же работает. Вы пишите что-то типа, ну, не знаю, там. А здесь пишите просто через запятую, что вы собираетесь вывести. Или, даже не так, а, запятая, а, б, давайте здесь постелаем. Здесь а равно, б равно. То есть указывайте на имспейс. Вот. Но, повторюсь, с изобретением F-строк необходимость вот в этом формате отпала почти совсем, за исключением нашего сегодняшнего домашнего задания, там как раз формат понадобится. Вот. В строках всё можно сделать, и строки бывают вложенными. Вы можете написать... Сейчас я постараюсь это не ошибиться, потому что... А вы постарайтесь не угореть. А запятая N равняется, раз, два, три, запятая, ну, скажем, 7, F, A, двоеточие, N. Понимаете, да? Ну, нет, 7 знакомест на всё A, да? Это то же самое, что вот это. Он отформатировал N, получилось 7. Дальше он это подставил в A, двоеточие, 7, и дальше он вывел A. Да, да, форматная строка в форматной строке. Вот. То есть синтаксис довольно развесистый, толкование этой штуки довольно развесистое. Кое-какие алгоритмически простые вещи можно упаковать в один вот такой вот страшный скобочный конструкт, вот, который можно только написать, уже прочесть потом нельзя будет. Вот. Самое интересное, что в 3.19 питоне, который тут на днях вышел, в этом месте произошла ещё дополнительная революция. Теперь вы можете писать вот примерно вот такие конструкции. Обратите внимание на то, что тут внутри происходит одинарная кавычка. Вот мы с вами не можем писать такие конструкции в 3.10 питоне. Сейчас, тут где-то неправильный символ. Это можно, а вот это нельзя. Потому что, ну понятно, вот она, с его точки зрения строка закончилась вот здесь. Однако, поскольку питон 3.6, кажется, сменил парсер с обычного LR1 на пеговский, а пеговский парсер может быть так устроен, что у него внутри описание синтеза могут свободно переключаться контексты, и питонцы этим начали пользоваться в хвост и в гриву. Мы с вами увидели в начале семестра этот самый оператор матч-кейс, который тоже меняет контекст внутри себя. Они сказали, ребята, давайте вообще забьем на какую-то там функцию формат, давайте вставим синтаксис f-ворожений прямо в парсер питона, прямо внутрь него. Пускай он парсит f-ворожений, а то что? Зачем мы его будем, конечно, какой-то функции форматировать? Пускай питон их парсит. И тогда, поскольку внутри вот этого контекста у нас по-другому интерпретируется все, мы можем смело использовать одинарные кавычки внутри одинарных кавычек, потому что это другой контекст, это f-ворожение. И в 3.12 питоне такая штука уже работает, давайте ее проверим в каком-нибудь Брайтоне. А равняется, скажем, f-форматное выражение от, ну скажем, а плюс ку-ку. Вот эта вот комочка уже никого не смущает, потому что 3.12 питон. Там в 3.12 питоне еще что-то приделали, но вот это меня поразило в самое сердце. Они опять переписали парсер на самом деле. Они опять, они теперь, они теперь парсят, f-стринги парсят прямо из командлайн. Такие дела. Ты стараешься, что такое сделано, что должны были в любви, как и многие кавычки? Вот, вот, что надо было делать раньше. Вот, что можно делать сейчас. Ну или квось стих быкслышания. Такие вот дела. Причем еще эти быкслыши там еще накапливались от количества, значит, вложенности. Вот. А вот теперь мы, кажется, подошли к концу, потому что про это мы уже поговорили. Вот. Вот эта статья про форматные строки, ну вообще все, на что я ссылался сегодня, имеет смысл проглядеть глазами, потому что это важные части, они просто достаточно простые, и мне показалось необязательным объяснять их слишком досконально. Я все равно не буду вам считать весь язык описания f-стрингов, где он тут. Вот, вот, все, вот это я рассказывать все равно не буду, оно огромное. Да? Ну вот, значит, таким образом у нас домашнее задание на случайные числа, на числа с произвольной точностью, на формат, и это число с произвольной точностью, и это случайные числа, это формат, и это работа со строками. Все. В следующий раз у нас, соответственно, я думаю, что наконец-то словари и множество. Я почти уверен в этом. Я прям вот, прям чувствую, как написано в словаре и множество. Да, только множество и словари. Вот. И на этом, видимо, все. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Вопрос в таком форматных строках. Получается, в нынешнем питании больше, чем на 4 итерации форматных строков внутрь сделать нельзя? Ну, или квотировать их страшным образом множество, как слышно. Тогда можно. Нет, не так. Форматные строки вы можете сколько угодно внутрь итерировать. Вы кавычки там не можете использовать нормально. А, кавычки, как-то 4 уровня, или как-то... Или как-то их квотировать, да. Ну, слушайте, это и без того слишком сложная конструкция. Да, ну, признайтесь себе. Вы будете в здравом уме и твердой памяти делать когда-либо делать, сейчас скажу что. Писать вот такое у себя в козе. Я бы не посоветовал. Потому что вы потом не докажете, что вы это делали в упомянутом состоянии мозга. Вот. Еще вопросы? Почему пробел считается, что это был? Принтывал не пробел, кажется, не считается. Принтывал считается? Он считает. А, объясняю. Объясняю. Потому что пробел это просто символ. Он выводится на экран. Абэкслэйштейн это управляющий символ. Он заставляет ваше выводящее устройство эксплуатирует некоторую логику. А именно позиционировать курсор на определенные заранее неизвестные позиции. Вот поэтому. Но вообще-то это, конечно, страшная легаси из прошлого тысячелетия, разумеется. Еще вопросы? Ну все тогда. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ